Истребитель Су-35 является самым современным самолётом, выпускающимся российским оборонно-промышленным комплексом. Он условно относится к четвёртому поколению, но обладает некоторыми признаками самолётов пятого поколения. Американское руководство возлагает большие надежды на самолёт F-35, который должен стать основой флота тактических истребителей ВВС США. Предлагаем сравнить два этих самолёта. Истребитель Су-35 является потомком знаменитого советского и российского Су-27, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе. Су-35 обладает усовершенствованной авиационной электроникой, двигателем и корпусом. Эта машина активно поступает на вооружение частей и соединение ВКС РФ. При этом недавно был подписан первый экспортный контракт на продажу этих истребителей. Самолёт F-35 ещё не начал полноценную службу. На данный момент завершается доводка нового истребителя. При этом на F-35 со всех сторон продолжает сыпаться критика. Основной проблемой является стоимость программы разработки и производства этой машины. Один F-35 стоит более 100 миллионов долларов, хотя изначально истребитель должен был стоить около 30 миллионов. Отметим, что один экземпляр Су-35 обходится Минобороны РФ в 13 миллионов долларов. Что касается технических особенностей, то вопросы у специалистов вызывают силовые агрегаты, авионика и даже шлемы пилотов F-35. Главным преимуществом Су-35 над F-35 является манёвренность. Мощный двигатель Су-35 позволяет лётчикам выполнять все виды сложнейших манёвров, в то время как американские конструкторы понаделись на стелс-технологии, явно позабыв, что невидимость самолётов зависит в первую очередь от сверхманёвренности. Ряд экспертов отмечают, что высокая манёвренность Су-35 может привести к сбоям алгоритмов наведения ракет противника. Для гарантированного уничтожения Су-35 истребитель F-35 должен к нему максимально приблизиться, тем самым подвергнуть себя риску быть обнаруженным. При этом Су-35 не оставит ни единого шанса F-35 в ближнем бою. Российская машина оснащена более совершенным оружием. В частности, дальность некоторых ракет достигает 400 километров. Американская машина может брать на борт лишь небольшое число ракет, которые обладают немного меньшей дальностью. Несколько лет назад было проведено моделирование воздушного боя Су-35 с американскими машинами пятого поколения F-35 и F-22. По словам австралийского парламентария Денниса Дженсона, который присутствовал во время моделирования, российский истребитель не оставил ни единого шанса американским машинам. Дело в том, что Австралия собирается приобрести партию американских самолетов пятого поколения, но по итогам множества испытаний делает ставку на F-22. Австралийские эксперты, кстати, относят F-35 к четвертому, а не пятому поколению, из-за большой заметности и других недостатков. Интересно, что отказались от покупки F-35 и канадцы. Вместе с тем, ВВС США, конечно, уже не имеют права отказаться от машины, на разработку которой были потрачены огромные деньги. Точка невозврата давно пройдена. Таким образом, военно-воздушные силы заокеанской державы будут оснащаться дорогим самолетом с кучей проблем. Истребитель F-35, несмотря на высокую стоимость, не предлагает экстравагантных возможностей, в которых нуждаются ВВС всех стран мира. В свою очередь, Су-35 лучше своего оппонента по ряду ключевых параметров. Из этого можно сделать вывод, что российский истребитель превосходит американский.